В дивизии был 92-й год, переход на 93-й. Нас только в декабре сняли с Кавказа. После осетин-нагушского конфликта такие уже заматеревшие, матерые, с определенным чувством героизма. И командир Рота говорит, ребят, Новый год на носу, что-то у нас елки в подразделении нет. А повторяю, дивизия полностью закрыта, и елок как бы там нет, и не пронесешь. Единственное, есть елочки, были у штаба дивизии, такие московские ели, невысокие, недавно посаженные. И задача была поставлена, возможно, она была в тот момент поставлена в шутку. Мы как бы упрекнули, но нам сказали, разведка, а где елка-то? Ну и вот я с напарником, Сеня, старший. Привет ему, он в Питере сейчас живет. Масхалаты. Четыре утра. Чтобы понимать, дежурная штаб дивизии – это такое большое стеклянное освещенное пространство, где, в общем-то, работают дежурные офицеры, штабы, все остальное. И перед ними елки. И мы в течение двух часов одну ель подпилили, и она медленно у них уползала. И уползла. В связи с тем, что с утра был большой скандал, и пытались найти, эту ель потом в карманах выносила вся рота. Преступники не были найдены, но если бы нас, наверное, нашли, я, наверное, бы служил бы на Северном Литоидном океане. Я так думаю, что вот такая смешная история.